Привет, дорогие друзья! Новый выпуск по рояль, я на своем основном аккаунте. Сегодня будут онлайн-каточки в глобале. Хочу я поиграть колодой Хог плюс Тремушкетера. На самом деле, ребят, Тремушкетера мне эта карта очень нравится, и я ее пытался комбинировать абсолютно со всеми колодами. С гигантом, с роял-гигантом, с големом, даже с лавой, с шахтером. Ну, реально, много связок перепробовал. Не знаю, почему-то мне эта карта очень сильно нравится, но я никак не подберу ту колоду, которая бы у меня получалась. Хочу сегодня по фану попробовать с Хогом поиграть. Колода дешевая. Также, ребят, пишите в комментах, какую вы бы хотели колоду в следующем ролике увидеть. Прокачка мне вроде бы позволяет составить абсолютно любую деку, ну, относительно. Есть, конечно, карты, которые я вряд ли возьму, потому что не подходит там под тем или иным критерием. Но я смогу заменить, найти аналог. Поэтому пишите в комментах, и как только этот ролик наберет 5000 лайков, я сразу же сниму по топ комментарию, который, ну, коммент, который больше всего залайкают, я сниму по этому комменту колоду онлайн-атаки про эту деку, обзор какой-то. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и на колокольчик жмякайте, чтобы не пропускать следующие выпуски. В общем, колода 3.6 эликсира, быстрый цикл, будем ставить сборщики. Не знаю, что получится. Единственный минус в этой деке, я не люблю, когда нету добивать чем. Коблинской бочки, там, фаербола, ракеты, молнии, что угодно. Вот я такие деки не люблю. Нужно делать так, чтобы сносить сразу вышку, то есть за заход планировать. В общем, посмотрим, что получится. Не знаю, поехали в бой. Кубки у меня сейчас нестабильные. То 4900, то 5000, 500, по-моему, максимум в этом сезоне я брал. Но вы знаете, что я до конца сезона должен взять 5500. Поэтому обязательно подписывайтесь, приходите на стримы. Две недели до конца сезона. Я буду, думаю, где-то, ну, за 4-5 дней до конца. Где-то в таком интервале апать кубки. А пока просто фанюсь, подбираю колоды. Возможно, что-нибудь и подберу. Так, давайте. Нету пока сборщика оттачить. Значит, что у него? Печка. Давайте зап. Хотя, вот, зря я вот это спешу сейчас. Походу, это спалбайт. И зап лучше сейчас зазря не тратить. Ну, в принципе, мы там нанесли урон по его печке, по его гоблинам. Я понимаю, что мне духи не будут наносить урон. Но мне нужно было слить одну карту, чтобы поставить сборщик эликсира. Если это вышибала, ракета, гоблинская бочка через зеркало, то, ребят, у меня проблемы. Нет, это походу кладбище. Так, давайте сделаем вот таким вот образом. И рыцаря еще подкинем. Вроде бы все окей. Давайте скинем хога. Перейдем в контратаку и поставим еще один сборщик. Посмотрим, что получится. Бревно есть. Плохо, конечно, но не критично. Так, мегамуха сагрилась на хога, а вышка на рыцаря. Поэтому они уничтожаются равномерно. Так, ну все равно урона, смотрите, сколько мы нанесли. Да, неплохо. Так, десятый мегаминдион. Чем же тебя отвлечь? Или пускай наносит урон, не знаю. Нет, давайте скелетиком отвлекать. Лишний урон мне не нужен. Это дека с кладбищем. Я думаю, на двойном эликсире он покажет свой поизон. Я так думаю. Так, не знаю. Вот честно, трех мушкетеров хочется использовать. Но я же не знаю, что у него за спел и как их нужно правильно использовать. Я боюсь, чтобы по сборщику урон не прошел. А давайте вот здесь вот использовать трех мушкетеров на этой половине. Дабы если есть у него там поизон или что там у него, фаер. Чтобы мои сборщики остались невредимыми. Вот сборщики я не хочу терять. Так, хорошо. Ставим, ну сюда ставим сборщик. Хотя, блин, нужно было вот здесь. Так. Окей. Давайте здесь скелетиков. Так. А, фриз у него. Так у него тогда нету спелов, ребят. У него тогда нету ни фаера, ничего. По идее. Потому что в большинстве случаев такие карты не берут, если есть фриз. Ну, окей. Тогда, тогда делаем сплит вот таким вот образом. И заходим сейчас с Хогом. Заходим с Хогом. На себя рыцарь принимает весь мусор. Готовим зап. Так, отлично. Зап на вот этого гоблина копейщика. И должны добить вышку. Тычка. Ну, в любом случае. А, все, добили. В любом случае я бы там запом добил. Так, скелетика вот сюда. Здесь трех мушкетера. Ну, это победа. Это чистая победа. Я даже вышку не потеряю. Как-то изи получилось. Давайте вот здесь рыцаря может успею. Нет, не успел. Но зато вторую вышку. Главное здание, точнее, переагрил. Парень сдался. Поэтому давайте попробуем успеть на трешечку забрать. Я думаю, что это получится. У нас три мушкетера все живы. Плюс еще один Хог. Да, это трешечка. Не знаю, что это мне даст. По-моему, краунчест мне набит. Клановый сундук также. И у противника бомбит. Ну, его понять можно. Так, 4 900 мы вернули. А, ну, краунчест набиваем. Окей. Поехали сразу же в следующую атаку. Сейчас был изи противник. Надеюсь, подберется какой-то посильнее. Я не уверен, что у меня с этой колодой будет получаться играть. Потому что, опять же, повторюсь. Я не привык играть без фаербола. Без ракеты. Ну, без любого спыла, который наносит достаточно много урона. Так, тут скелетиков. Успел. Но все равно один дух... Один дух нанес урон. Так, рыцарь. Рыцарь вот сюда. Не успел. Панда гоблина вот сюда. Так, ну, это своего рода спеллбейт. Скорее всего. Но у нас быстрая колода. Поэтому мы быстро крутимся. Давайте сделаем вот таким вот образом. Хорошо. Рыцарь. Рыцарь, помогай. Дефать хога. Это хог плюс спеллбейт. Ставим сборщик. Посмотрим, что у него. А, у него шахтер. Что смотреть-то? Быстрее эликсир копись. Надеюсь, успею шахтера словить. Так, давайте рыцарям. Рыцарям дефать. Так. У меня вот шахтера. Сейчас самое главное словить шахтера. Так, хватает эликсира на атаку и на деф? Да, хватает. Так. Как мини-пека. Угу. Ну, хотя бы тычку хог сделает. Да, сделает. А, так. Давайте сплит мушкетеров. Блин, я думал, он немножко умнее будет и шахтера выбросит на мой сборщик. Поэтому скелетиков я отправил справа за сборщиком. Ну, ладно. Так, давайте зап. Срочно зап. И ставим еще один сборщик эликсира. Нам нужно как можно больше сборщиков навставлять. Мы за счет этого будем его прессинговать на двойном эликсире. Так, пока меня его колода ничем не пугает. Вроде бы у него нету спллов. Ну, блин, я вот всегда... Спллы у него есть, по-моему, зап, да? Я вот привык просто говорить так, когда нету фаера там или... А, вот еще стрелы. Они наперед были, поэтому скелетики мои выживают. Быстренько уничтожаем хога. И вот сейчас у меня вопрос. Куда мне закидывать что? Ну, ладно, давайте сделаем вот так вот. Готовим зап. Сейчас будет орда миньонов. Вот она, орда миньонов. Зап используем. Хорошо. И смотрите, мы и справа, и слева наносим просто бешеный урон. А справа даже вышку забрали. Замечательно. Так, это хорошо. Давайте здесь рыцаря скинем. Так, сборщик я уже ставить не буду. Так, хорошо. Давайте сделаем так. И ледяного духа. Оп, забрали всех. А, нет, один все-таки огненный... Огненный дух выжил. Так, ну, я думаю, все равно мы не проиграем. Что бы он тут ни делал, я по эликсиру в любом случае должен быть в плюсе. Пичку. Пичку от хога. Отлично. Так, тут у нас рыцарь. Тут у нас зап. А, и вот это я вот... Последние... Последние мои... Действия были немножко неправильные. Так. Быстренько успеть, успеть. Нет, походу я все-таки теряю вышку. Хотя, нет, не теряю. Остается 5 секунд. Но я бы даже если потерял, я бы добил бы, да, слева все равно сторону. У него здания деф не было. Так, это вторая победа, правильно? Да, вроде бы вторая. Плюс 29 кубков. Пока неплохо. Давайте посмотрим на рекорд моего противника. Рекорд у него 5200. Но прокачка у него желает быть лучше. Так, ну, окей. Так, поехали сейчас. Последнюю решающую каточку. Ну, и на этом будем завершать выпуск. Пока два поражения, хотел сказать. Две победы. Так, 12 уровень нам подбирается. Окей, сборщика у нас в начале цикла нет. Это, конечно, плохо. Но колода дешевая, повторюсь. Поэтому мы успеем прокрутиться до сборщика. Давайте посмотрим, что за колода у моего противника. Ой, только не эта колода. Блин, это Хок, Торнадо. Походу, Фаер там, не знаю. Ладно, давайте скелетиков сливать. А, нет, это гигант с Торнадо. Окей, это интересно уже. Это уже интересно на самом деле. Но даже если и проиграю, не буду бомбить. Просто если это был бы Хок, меня бы реально бомбануло. Потому что они достали меня. Мартира, Хок, вот это. Ставьте лайки, если согласны. Мартира, Хок на таких кубках просто постоянно встречается. А против гиганта мне интересно будет поиграть. Не знаю, что у него за дека там по спелам. Мне вот это самое главное, узнать, какие спелы у него. Фаер, там не фаер. Вот это мне самое главное. Чтобы знать, как правильно использовать трех мушкетеров. Проверяем на спелы. Ставим сборщики эликсира. Он нам желает удачи. Но мне что-то подсказывает, он нас тролит. У него есть торнадо. Поэтому Хога он будет дефать легко. Так. Палач. Палач плюс торнадо. Ну, поехали. Хог плюс ледяной дух справа. Потому что... Палач слева идет. Так. Он оттягивает торнадо так, что, естественно, и дефает Хога. И при этом еще... Палач продолжает атаку слева. Мы делаем сплит мушкетеров. Справа... Ага, молния у него. Не трудно было догадаться, кстати. Хотя, молнию, на самом деле, редко сейчас используют. Так. Давайте поставим сборщики эликсира. Мы хоть и пропускаем малеха урона, но... Я думаю, что это ничего страшного. Потому что мы должны на двойном эликсире его пушить. Желает он вам снова удачи. И я вам... Я вас уверяю, ребята. Это он нас так троллит. Так. Ну что. Поехали. Хог. Рысарь. Плюс ледяной дух. Сейчас будет торнадо. Все подряд, чтобы дефать Хога. Конечно же. Конечно же. Так. Значит. Делаем сплит мушкетеров. Сплит мушкетеров. Вот таким вот образом. Так. Сейчас будет гигант. По идее. Как... Давайте скелетиками отвлекать его палача. Рыцарем теперь отвлекаем. Хорошо. Я готовлю еще один сборщик поставить. Блин. Ну вот зря я делаю атаку на одну сторону. Реально зря. Ставлю еще один сборщик. Так. Ну что-то мне подсказывает, что будет проблема. Проблема с этим... С этим игроком. Вот сейчас я зря сделал это. Потому что он сейчас молнией просто заберет всех. И сборщик. Ну я туда рыцаря подкинул. Надеюсь сборщик будет не тронут. Так. Давайте подкинем Хога. Банду гоблинов. Так. Что же будет? Торнадо. Окей. Подкидываем ледяного духа. Подкидываем еще трех мушкетеров. Смотрите сколько там мушкетеров. Даже молния его не должна спасти. Так. Хорошо. Отлично. И блин. За счет этого мы забираем его. За счет того, что колода дешевая. Он даже гиганта не выбросил. Он только один раз в начале поединка. Или два раза. Не помню. Вроде бы два раза. Все. Потом он только дефался. И постоянно нам желал удачи. Но как видим удача должна была пригодиться ему. Давайте посмотрим, что у него по рекорду. Рекорд практически такой, как и у меня. Одного поединка не хватило до 5500. Ладно. Не буду ничего говорить плохого про противника. Потому что прокачка у него слабая. Шестые эпики, десятые рарки на таких кубках на данный момент это мало. Потому что все фул сейчас. Хотя возможно уже нет. Нужно мне прокачиваться. А, уже 5900. Все топы мира сидят. Ладно. Кубки это потом. Пишите колоды, какие вы хотели увидеть в следующем выпуске. Я обязательно топ комментарий возьму. Как только 5000 лайков ролик собирает. Я беру колоду с топ комментария. Ну и снимаю онлайн атаки с ней. Возможно 2-3 колоды возьму с комментарием. Посмотрим. На этом буду с вами прощаться. Спасибо, что подписываетесь. Спасибо, что ставите лайки. Смотрите. Всем желаю удачи. Хорошего, ребят, вам настроения. До новых встреч. И всем, ребятки, пока. Субтитры сделал DimaTorzok